По поводу всеобщей идеи, всеобщей морали, которая бы держала общество, как-то уберегала от каких-то неправедных поступков и так далее, была ли она, скажем так, в до советской эпохе, в советской эпохе и сейчас, ну, естественно, я просто не сторонник того, что какая-то общая мораль, какая-то общая идеология может кого-то от чего-то удержать. То есть, как мне кажется, ну, как были подлецы там и в то время, и в это время, и во времена, опять же, Шекспира, так они и остались, и это не может как-то какое-то там общее правило кого-то от чего-то держать. Естественно, что я думаю, что институт семьи, который должен быть, и мне кажется, вот, кстати, в советское время его как такового не было, потому что, наоборот, этот институт был разрушен несколько. Вот его бы хорошо бы вот эти семейные ценности донести, опять же, может быть, с помощью пропаганды, не пропаганды, а православия. Ну, потому что в православии, конечно, это есть. То есть семья главная, берегите мужа, жену, любите ближних своих, это есть. Но, к сожалению, у нас очень много людей, даже которые ходят в храм и считают себя православными, но не так глубоко в это все погружены, а скорее поверхностно. Вот, тем более, что, возможно, это, как бы, догматы православия, они несколько преподносятся, может быть, для современной, например, молодежи, да, там, детей, не настолько, как бы, ну, скажем так, понятным для них языком. Это все-таки нужно быть уже более в старшем возрасте, каким-то зрелым и так далее, чтобы это все осознать и понять. Вот, поэтому, хотя я понимаю, что если семья православная, то это, естественно, это как с молоком матери. Но, к сожалению, для того, чтобы выросли все эти поколения, это должно пройти очень большой период времени. Вот, поэтому я думаю, что, как в одно время в Америке очень долго и мучительно внедряли институт семьи, в том плане, что именно семейные ценности, что вот семья – это главное, даже фильмы, какие сняли по этому поводу. Вот, возможно, что?